Нарисовал художник петуха, а раскрасить-то его и забыл. Пошел петух гулять, и все на дворе вдруг стали смеяться, даже цыплята. — Почему они смеются надо мной? — спросил петух собаку. — А ты же ходишь совсем не раскрашенный, — сказал собака. — Посмотри-ка на себя. Подбежал петух к луже, посмотрел в воду. — Неверно, собака правду говорит. Совсем расстроился петух. — Не печалься, — сказал собака. — Иди к краскам, они тебе помогут. — Куда? Куда к краскам? — Да куда, слон петух, где я их найду? — Я научу тебе, — сказала собака. — Иди все прямо, прямо, никуда не сворачивай. Пройдешь леса, пройдешь горы, через реки и озера придешь в сказку, и там найдешь краски. И пошел петушок краски искать. Все прямо, прямо, прямо. Идет петух темным дремучим лесом, и все прямо. Страшно ему, а он бодрится, виду не подает. Заметили его, лисята закричали. — Мама, мама, смотри, петух! — Где, где петух? — заволновалась лиса. — Вот он, совсем близко, — запищали лисята. Увидела лиса петуха и отвернулась. — Нет, нет, этот петух не годится, — сказала она. Лисята чуть не плачет. — Как так? Почему не годится? — Он не раскрашенный. Это не настоящий петух. А петушок шелся прямо, прямо. И вдруг белого зайца повстретел. — Скажи мне, зайчик, — спросил петушок, — где тут в сказке живут краски? — Сказка здесь везде кругом, а краски совсем рядом. Я сейчас у них был, краситься ходил. — Краситься? — удивился петушок. — Да ты весь белый, не раскрашенный, вроде меня. — Ну нет, — сказал зайц. — Я летом был серый, а к зиме мы, зайцы, все в белый цвет красимся, чтобы волк нас в снежных сувробах не нашел. И показал белый зайц петуху, где краски живут. Пришел петух к разноцветному теремку, подошел к крылечку, захлопал крыльями и крикнул «Ку-ку-ку!» — Кто там? — спросили за дверью. — Это я, петух. Вышли петуху на встречу краски и говорят «Здравствуй, Петя, петушок!» — Зачем пожаловал? Поклонился петух низко-низко и просит «Крашки, краски, помогите мне!» — Ну, входи, милости против. — Я помогу тебе, — сказала красная краска и раскрасила петуху гребешок и бородку. А синяя краска — перышки на хвосте, зеленые крылышки, а желтая — грудку. Посмотрел петушок в зеркало, себя не узнал, такой стал красивый. Поблагодарил петушок доброй краски и весело зашагал домой. Все прямо, прямо, прямо. Поет на весь лес «Ку-ку-ку-ку!» Лесята увидели его и запищали «Мама, мама, смотри, петух назад идет!» Рассердилась лиса. «Тише! Я уже сказала вам, этот петух не годится, он не настоящий, не раскрашенный». «Мама, мама, он настоящий, настоящий живой петух!» Хотела лиса догнать петуха, да поздно спохватилась, он уже далеко ушел. Вернулся петух на знакомый двор. «Теперь ты настоящий петух», — сказал собака. И больше никто над петухом не смеялся, даже цыплята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова